Друзья, посмотрите, какая красотень. Наконец-то у нас зима началась. Настоящая. Со снегом. И сейчас идет снег большими лопухами. И все это так красиво оседает. Я так довольна. Нет, конечно, я сочувствую тем, кто едет в метро и попадает в слякоть. И в ужасную, непонятную, непонятное лесило, которое рядом с транспортными узлами. Но вот когда ты идешь домой по такой красоте, живописной, это ни с чем не сравнимо. Друзья, я забыла вам показать. Еще в Ашане брала вот такой снежный шар. Но на кассе мне его сломали. Вот, в общем, я еще шарики всякие мелкие брала. И они были все в пакете. Я кассирше сказала, что типа аккуратнее, там стеклянный шар. Давай из пакета все вот рисать. И, в общем, видимо, он когда вывалился из пакета, ударился об эту дорожку. И вот откололся кусок. И видите, тут трещина прям пошла. В общем, он, считай, бракованный. Вот, так что я решила его себя ставить. В принципе, такой симпатичный снеговичок. И в итоге купила другой шар. Ну, собственно, тоже брала в подарок. И просто обидно, что он так вот сломался нелепо. Вот, и, в общем, сейчас в фикс-прайсе была, взяла вот такой крем. Что-то все его хвалят. Вот, я почитала состав. Состав, в принципе, довольно-таки неплохой. Где-то тут он, вот он. Вот, и здесь вроде есть гинго-белоба в составе. Ну, в общем, посмотрим. Как бы я видела, тоже многие берут. И блогеры его хвалят. Попробуем. Вот, и, значит, еще. Взяла, поскольку я теперь ноготками своими занимаюсь. Сегодня у меня облезла половина ногтя. И, в общем, я поняла, что надо как-то это дело исправлять. Взяла такую вот жидкость для снятия лака, укрепляющую. Вообще, искала без ацетона, но, не знаю, может быть, их уже не производят. Или их надо искать в другом месте. Я просто не знаю, где их вообще, в принципе, надо искать. Вот, видите, на первом месте ацетон. И я посмотрела все, какие были в фикс-прайсе. Там четыре вида, все они на ацетоне. Но вот это он, по крайней мере, пахнет приятно таким каким-то фиалковым ароматом цветочным. В общем, взяла. Собственно, вот такой вот шарик взяла. Вот, на витрине стояли все баракованные. И я, в общем-то, залезла в коробку и достала новый. Вот, он безумно классный. Мне тоже нравится, но я купила в подарок. Вот. И, друзья, еще помните, я в каком-то творческом влоге показывала вот такой горшочек. Я покупала на выставке за 100 рублей. И в фикс-прайсе они 4 штуки. В общем, взяла. Выгодная покупка. Еще вредности. Ну, знаете, женские дни приближаются. В общем, решила устроить себе такой чей-то мюн. Ну, и сегодня, может быть, завтра. Вот, две штучки. И, наконец-то, купила вот такое блюдо. Давно хотела его. Просто, когда какие-то торты готовишь, что-то вот прям нужно положить на что-то низенькое, плоское, идеальное. Вот, в общем, бывает, когда я редко готовлю торты, но когда готовлю, вот хочется их положить на что-то такое плоское, невысокое и ровное. И чтобы можно было потом еще крышкой накрыть, вот еще мечтаю о купольной крышке. Пока нигде ее не могу найти. Вот, наконец-то, это блюдо взяла. Вот оно прям точно такое, как на фото. Вот, такие у меня покупки сегодня. Горшочками я прям вообще довольна. Они точно такие же, глиняные. И рисунок такой же. И петелька вот здесь есть, как на том, который я купила на выставке. И там один горшок мне стоил 100 рублей, а здесь 4 горшка те же 100 рублей. Представляете? Вообще выгодную покупку. И там были черные, и вот такие желтые, и еще колокольчики. Колокольчики мне не нужны. Вот, я взяла желтые. В общем, такие у меня покупочки. КОНЕЦ 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 Друзья, пришло две посылки. С Азона пришли книжечки. И сегодня забрала на почте из интернет-магазина, по-моему, ОДИВА называется. Сейчас. Да, вот оно. ОДИВА. Это все для ногтей. Всякие прибамбасики. Когда снимать, вообще не знаю. У меня еще три видео не смонтированные, тоже с распаковкой. Ой. Вот когда снимать? Когда для вас снимать? Если пришла вечером уставшая, и, кстати, еще Нью Бьюти Бокс мы с вами не обозрели. Я кое-чем уже активно пользуюсь, а что-то еще ждет своей очереди. Но все-таки надо и вам показать, что там внутри. И вообще, стоит ли игра свеч? Ну вот, некогда. Пока что некогда. Итак, друзья, я хочу с вами все-таки в этом небольшом моем влоге распаковать посылочку от компании ОДИВА. Сайт одива.ру. Как вы знаете, я занялась своими ноготками. И сейчас я, к сожалению, их обкарнала. Ну, просто не выдержала душа поэта. Вот. В общем-то, обрезала под ноль. Надоели. Устала я. Две недели я ходила. Ну, почти две недели с длинными ногтями. И, вы знаете, для меня это очень большой труд и проблема. Вот. И поэтому я, чтобы ухаживать, да, как-то за ноготками, чтобы они были всегда ухоженные, и вам было приятно смотреть мои видео, Я сделала заказ на сайте ОДИВА. И давайте с вами распакуем посылочку. И посмотрим, что же там внутри. Я с нетерпением уже давным-давно, ну, как давным-давно, она пришла где-то дня два, наверное, назад. Я ее жду уже распаковать. Но без вас не могу ведь. Правильно? Могу ведь только с вами распаковывать. Поэтому давайте с вами вместе распаковывать и скорее-скорее смотреть, что там внутри. Потому что мне прям не терпится. Нет, я, конечно, знаю, что внутри, потому что я же делала заказ, да, но все равно интересно, какого объема. Потому что одно дело, когда ты на сайте смотришь, да, делаешь заказ. И совсем другое, когда ты вот в реальности достаешь вещи, предметы из коробки, и видишь их истинный размер, и то, как они выглядят. Так, я полагаю, это дно, но это не страшно. Вот такая коробулька. Так, давайте с вами будем по порядку доставать. Это, скорее всего, накладная. Так, да, здесь можно видеть, что было заказано, и сумму. Вот, если интересно, кому поставьте на паузу, и можете все посмотреть. Так, достанем вот это. Вот сначала мне очень нравится цвет. Это должна быть такая подставочка. Да, 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 это она. В принципе, она чуть меньше. Очень много пупырки. Она чуть меньше, чем я думала, что она будет. Здесь еще баф. И еще положили. Так, сейчас посмотрим. Начнем с подставки. Вот такая картинка. Там были розовая, по-моему, и еще какого-то цвета. Белого не было, поэтому я взяла вот такую нежно-голубую. Вот здесь все видно. Большое отверстие и три маленьких. Вот, в общем-то, голубая подставка для кистей, пилок и прочего. Размеров нету. Да, размеров нету. Ну, она где-то сантиметров восемь, наверное, высотой. Вот так. Где-то, может быть, размеров шесть на шесть. Вот как-то так. Мне так кажется. Вот, отличная подставочка. Так, это должны быть запасные лезвия для... Да, лезвия для педикюра. Так, сейчас с вами посмотрим, как бы их раскрыть. Не знаю. Просто посмотреть, как выглядят. Так. Там, наверное, десять штук. Вот. Ну, давайте покажу вам. Одно разверну. Так. Ну, не запечатано, а просто в бумажке. Вот так вот выглядит лезвие. Очень острая. Так что запаковываем обратно. Вот. Так. Что-то никак не лезет. Вот. Значит, дальше был заказан баф для полировки. У меня никогда не было бафа. Решила попробовать. Он мягенький. И вроде как его надолго хватает. Заказала белый. Такой он даже не совсем белый. Он такого молочного цвета. Сейчас попробую. Я со вспышкой снимаю. Сейчас попробую без вспышки. Ооо. Ну, вот он примерно такого цвета и есть. Молочный. Молочного цвета. Вот. Поэтому давайте включим, чтобы он не сбивалась. Фокусировка. Он молочного цвета. С небольшим таким вкраплениями блестящими. Вот. Поставим его сюда. И еще заказала кутиклер гель. Это для эллиот кутикулы. Средство для удаления кутикулы. Для профессионального использования. У меня уже есть два. Но я решила, почему. Нет. Просто они же все разные. Одни сильнее размягчают, другие, наоборот, более мягко воздействуют. Так. Это у нас следующее. Это, наверное, ванночка. Да. Я тоже заказывала белую. Так. Пупырка. Очень много пупырки. Да. Ванночка-ракушечка. Ой, она такая просто обалденная. Она прям переливается. Я думала, что она просто будет прозрачная. Она такая вот прям перламутровая. Очень красивая. Так. Серебро называется. Ванночка для маникюра. Вот. Очень красивая. Ну, мне много не надо, пока над одной рукой работаешь, вторая работает, вторая отдыхает. В общем, и менять можно. Так. Давайте достану все и уберу коробочку. Все запаковано было в пупырку. Вот. Очень удобно. Все очень аккуратненько. Подвинем сюда. Все очень-очень классненько. Так. Давайте с маленькой начнем. Все в пупырке. Очень аккуратно. Так. Здесь бутылечек стеклянный, поэтому он в пупырке. Так. Это у нас классическая база. Это, скорее всего, подарок. Потому что я такое не заказывала. Нанокерамическая база для ногтей. Да. Вот что-то я не помню такого, чтобы я заказывала. Скорее всего, это подарок. Спасибо огромное. Очень приятно. Может быть, когда-нибудь я им воспользуюсь. Просто я лаками крайне редко пользуюсь. Так. И тут еще есть подарочек. Вот такой, смотрите, конфетку положили. Да. Такая. Не знаю, что это ириска. В общем, что-то такое вкусненькое. Итак. Следующий заказик мой. Вот такая вот. Не знаю, как это все называется. По-научному. Лапка. Или что это для педикюра, по-моему. Так. Потом тоже для педикюра. Вот такая вот штучка. Для удаления или как спила вросших ногтей. В общем, тоже пригодится. Такая маленькая щеточка. Вот то, что хотела как раз. Так. И еще два топора у нас осталось. Это тоже лапка поменьше. Она для маникюра. Вот. И, собственно, кусачки. Из-за чего весь сыр-бор был. Очень довольна. Все нравится. Все супер. Еще и подарочки положили. Вот такой шикарный заказик у меня был. Думаю, что сайт ОДИО вы знаете. Если нет, то проходите. Знакомьтесь. Ну, не ссылку, но я напишу внизу, как можно к ним пролезть. Познакомиться с их продукцией. Это не реклама. Я все заказывала за свои деньги. Вы накладу и видели. Там все расписано. Всем буду пользоваться. Всем приятного просмотра. Спасибо за то, что были со мной. Друзья, сейчас снимала распаковки. Вот это вот вы уже видели в этом влоге. Собственно, и вот еще две распаковки с книжками. И вот тут у меня еще стоит. И, в общем-то, думаю, пока такое дело, покажу вам. Ой, вчера бродила по магазинам. Новогодние себе подарки искала. И, наконец-то, первое. Нашла пищевой термометр. Вот такой маленький. Он, по-моему, стоил 200 с чем-то рублей. 200. Здесь написано для духовопечи и мяса. Но, на самом деле, вот тут сзади написано, что диапазон измерений внутри продуктов и напитков. От 40 до 100 градусов. Но, если на нем посмотреть, вот здесь вот, он показывает сейчас где-то 20 градусов. То есть, сейчас в помещении около 20 градусов. То есть, по сути, он может прекрасно показывать температуру от 0 до 100 градусов. Собственно. Даже до 105 градусов. В общем, попробую его в теле. В принципе, он был недорогой. Почему бы нет? И моя самая лучшая покупка. Самая такая, прям вот я давно мечтала об этом. И, собственно, наконец-то. Угадайте, что это? Это пестик. И из какого он материала? И он из мрамора. Он просто гигантский. Точнее, нет, он маленький, но тяжелый. И да, я таки купила себе ступку. И да, она мраморная. Это просто класснючая маленькая мраморная ступка. Она такая классная. Я так давно о ней мечтала. Вот так выглядит. У нее есть какие-то зелененькие вкрапления. Она классно переливается. И отлично подойдет под нашу будущую кухоньку. Вот. Такая классненькая. Маленькая, простенькая. Совсем миниатюрная. 620 рублей она стоила. И сейчас покажу. Собственно, посмотрите, тут где-то написано. Вот. Сделано в Китае. Ну, мрамор, наверное, в России покупали. А делали в Китае. Вот. Такая штука. В общем, я довольна как слон. Наконец-то у меня мечты сбываются. Я могу себе позволить какие-то такие вещи, о которых давно-давно мечтала. Давнишние такие хотелки, которые я наконец-то могу себе позволить приобрести. И они у меня есть. Будут. И я буду ими пользоваться с удовольствием. Потому что без них как-то получалось очень тяжело. Вот. И на этой позитивной ноте давайте закончим этот влог, затянувшийся. Увидимся с вами в следующих видео. По всем скучаю постоянно. Стараюсь сейчас побольше снимать. Так что целую, обнимаю. Рада, что вы были со мной. И увидимся с вами в следующих видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok